В промышленном районе Самары жители обсудили дизайн-проект благоустройства территории, прилегающий к храму Кирилла и Мефодия. Народные дебаты прошли в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». Его главное отличие от аналогичной прошлогодней программы в том, что всем локальным объектам благоустройства присвоен статус общегородских. Подробнее в нашем материале. Отбор общественных территорий по проекту «Комфортная городская среда» для шорт-листа на народное голосование проходил в Самаре с 26 января по 6 февраля этого года. Из 105 объектов жители выбрали 20. В промышленном районе эта территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия по улицам Новосадовой и Солнечной. В сторону концентра у нас еще большая территория, к сожалению, еще не облагороженная. И поэтому сейчас это очень актуальный вопрос, чтобы облагородить эту территорию, сделать благоустройство, чтобы вот эта часть города была завершена. Уже разработан дизайн-проект территории рядом с храмом. В числе других 20 он размещен в открытом доступе на сайте городской администрации и Департамента городского хозяйства и экологии. Теперь на очереди проведение общественных обсуждений проекта жителями промышленного района. Изначально в планах и было при строительстве храмового комплекса, и когда уже стоял онкодиспансер, сформировать и благоустроить эту парковую зону, которая позволит отдыхать людям. И в первую очередь, если мы говорим об онкодиспансере, это онкопациенты, которым есть необходимость гулять. Все предложения и замечания общественности по дизайн-проекту строго фиксировались с тем, чтобы позже откорректировать документ с учетом мнения жителей. Хотелось бы, чтобы жители приняли активное участие в этих обсуждениях и выразили свое мнение, для того, чтобы нам было понятно, и чтобы те желания, которые они выразили, были учтены для того, чтобы благоустроить эту территорию на благо жителей этого метрорайона. Следующим этапом реализации проекта «Комфортная городская среда» станет проведение рейтингового голосования, которое состоится с 1 по 3 марта этого года. Из 20 объектов жители будут выбирать те, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Владислав Жирнов, Дмитрий Соляров, Новости губернии.